В Крымской столице стартовал третий этап всероссийских соревнований по многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 11 команд из Симферополя и Севастополя собрались, чтобы побороться за кубок полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе и возможность представить республику на международных играх армии 2016. В первом туре соревнований юноши и девушки состязались в общих дисциплинах, бегали на разные дистанции, отжимались, подтягивались и стреляли из пневматического оружия. У них разные результаты, но очень похожие цели. Для меня это будет очень важным. Это возможность мне проявить саму себя, посмотреть на что я способна, на что способны мои друзья и товарищи. Показать себя для кого-то другого и представить самой себе, что я что-то все-таки могу, умею. Мне, например, превзойти само себя, показать, что я могу на что-то большее, чем просто какие-то маленькие соревнования, а тут уже региональные. Если для крымских школьников участие в спортивных соревнованиях – это достижение личных побед, то на республиканском уровне это часть одной большой государственной программы. У нас долгие годы развивался в основном профессиональный спорт, а к такому массовому физической культуре внимание очень-очень было слабое. Сегодня вот этим действием мы показываем о том, что действительно отношение к физической культуре, массовому спорту будет иметь развитие и продолжение в республике Крым. Сегодня здесь, на этом стадионе, участвуют лучшие из лучших. Хотелось бы, чтобы все остальные школы и организации, молодежные организации взяли пример и стали массово проводить такие мероприятия. Приоритет руководства нашей страны – это здоровое молодое поколение, которое сможет защитить свое отечество в случае необходимости и вырастет физически и духовно крепким. Представлять Крым на всероссийском уровне будет только одна команда из 11. Она будет названа уже по результатам второго тура «Военизированные эстафеты». Четвертый этап всероссийских соревнований, в котором сойдутся команды со всего Южного военного округа, пройдет летом в Ростове. Роман Ананьев, Мария Красновицкая, Время новостей.